Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшняя наша лекция посвящена осложнениям послеоперационного периода, послехирургических вмешательств по поводу язвенной болезни, постгастеризекционному синдрому или болезням оперированного желудка. Чтобы понять значимость проблемы постгастеризекционного синдрома, нам нужно освежить в памяти знания про язвенную болезнь. Именно тактические и технические погрешности в лечении язвенной болезни являются наиболее частыми причинами постгастеризекционного синдрома. Наиболее полно охарактеризовал необходимый объем хирургического вмешательства при язвенной болезни Чарльз Мейо, который сказал, я уверен, что побежал бы значительно быстрее врача, если он сказал бы мне, что он собирается удалить из-за малюсенькой язвы 12-песта кишки очень большую часть желудка. История хирургии желудка берет начало со второй половины 19 века. Его развитие, естественно, связано с именами таких ученых, как Пиан, Редигер, Биллерот. Ученики Биллерот, Гассенбауэр и Винни Вартер доказали безопасность резекции желудка для жизни человека. В 1879 году Пиан впервые выполнил резекцию желудка у человека, но пациент умер на четвертые сутки после операции. Биллерот в 1881 году выполнил резекцию желудка у 34-летнего пациента. Больной прожил 4 месяца после операции. В 1885 году Биллерот предложил второй вариант гастроэнтера анастомоза. На сегодняшний день частота забоявляемости составляет 4-5 больных на тысячу населения. Хотя болезнь встречается у людей разного возрастного континента, но она в основном наблюдается в 20-40 лет. Частота осложненных форм язвенной болезни достигает 40%. Оперативная активность превышает 20%. При этом удельный вес развития постгазтрозикционного синдрома составляет около 10% от количества оперированных больных. Эта цифра в год в нашей стране составляет около 1000 больных. Давайте вспомним физиологию пищеварения. В частности, секреторную функцию желудка. В желудке имеются три части. Кардиальная часть. Кардиальные железы продуцируют слизь. В теле желудка имеются фундальные и главные клетки, которые состоят из четырех видов клеток. Главные клетки продуцируют пипсиноген. Париетальные клетки – соляную кислоту и внутренний фактор кастла. Добавочные клетки вырабатывают слизь. И недифференцированные клетки. Недифференцированные клетки регулируют баланс между количеством клеток и могут трансформироваться в главные париетальные или добавочные клетки. В антральной части желудка имеются антральные железы, которые продуцируют слизь. В желудке имеются факторы защиты и факторы агрессии, которые находятся в определенном балансе. При их дисбалансе развиваются язвенные болезни. В чем же патогенез язвенной болезни? В результате снижения резистентности слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки, увеличения обратной диффузии ионов водорода, высвобождения гистамина и ацетилхолина, стимуляции секреции соляной кислоты и пепсина, развивается язва. Какие же существуют методы определения уровня соляной кислоты? Соляную кислоту можно определить с помощью зондирования, применяя ацидоцест, сдав анализы крови, использовав лаксмусовую бумагу, наблюдая реакцию организма после употребления некоторых продуктов. Именно гиперсекреция соляной кислоты является причиной развития язвенной болезни. Путем зондирования, выполняя различные пробы, есть возможность определить превалирование либо первой, либо второй фазы желудочной секреции в развитии язвенной болезни. Инсулиновый тест холландера позволяет определить активность первой фазы. На голодный желудок каждые 15 минут осуществляется забор желудочного сока. Далее выполняется подкожная инъекция инсулина, а затем каждые 15 минут в течение часу осуществляется забор желудочного сока. В забранных порциях сока определяет уровень соляной кислоты. Если хоть в одной из порций после стимуляции уровень соляной кислоты повышается, то тест холландера считается положительным. Гистаминовый тест Кея позволяет определить активность второй фазы. Аналогично тесту холландера, на голодный желудок каждые 15 минут осуществляется забор желудочного сока. Внутримышечно вводится 0,1% раствор гистамина. Каждые 15 минут осуществляется забор желудочного сока. Забранных порциях сока определяет уровень соляной кислоты. В норме базальная секреция составляет 5 ммоль в час. После стимуляции показатель может достигать до 25 ммоль на час. При повышении этого показателя свыше 25 гистаминовый тест Кея считается положительным. Ацидотест. После опустошения мочевого пузыря пациент должен принять специальные лекарства. Забор мочи производится через час после употребления препарата. Затем больной выпивает приготовленные дражи. Повторная сдача мочи происходит спустя полтора часа. Исследованный материал сравнивается по цвету мочи с калометрической шкалой. Определение уровня показателя по крови. Чтобы узнать кислотность по анализу крови, производится тест на биохимию, количество пепсиногена, сыворочный гастрин, антитела, хеликобактер пилори, наличие остатков азота и мочевины. Использование лакмусовых полосок. Чтобы воспользоваться лакмусовой полоской, ее кладут на язык. Это запускает химическую реакцию. Полученный цвет сравнивается с имеющейся образцом палитры цветов. Влияние продуктов питания на кислотность. Лимон. Это фрукт, люди с пониженной кислотностью могут употреблять, как обычное яблоко. Для тех, у кого показатель выше нормы, лимон очень кислый. Им некомфортно даже при одной мысли о нем или взгляде на него. Сок яблока. Его употребление необходимо проводить натощак, наблюдая за реакцией организма. Боль и дискомфорт в области живота указывают на повышенную кислотность. Если пациенту постоянно хочется съесть что-то кислое, то это говорит о том, что показатель ниже нормы. Пшено. Из этой крупы готовится каша и употребляется с добавлением масла. Если спустя некоторое время появляется изжога, то это явный признак повышения кислотности. Сода. Половину частной ложки средства разводят в 150 мл воды и выпивают на голодный желудок. Если отрыжка отсутствует, то это говорит о низкой кислотности. В арсенале радикального хирургического лечения язвенной болезни имеются такие операции, как резекция желудка по биллерат-1, по биллерат-2, вагатомия с антромактомией. Наиболее частыми причинами развития постгастерезекционного синдрома являются тактические и технические ошибки при выполнении этих операций. Постгастерезекционный синдром – это различные патологические состояния, развивающиеся в отдаленном периоде после резекции желудка, возникающие, как правило, у больных, оперированных по поводу язвенной болезни. Причинами постгастерезекционного синдрома являются удаление пилорического антрального отделов и большей части желудка, приводящие к нарушению резервуарной, секреторной, моторной, эвакуаторной и эндокринной функций желудка, а также желудочного этапа пищеварения. Нарушение кишечного этапа пищеварения и нейрогуморальной регуляции органов желудочно-кишечного тракта. Парасимпатическая денервация культи желудка, кишечника, печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Какие же технические недостатки хирургических вмешательств, способствующие развитию постгастерезекционного синдрома? В первую очередь это технические погрешности выполнения первичных операций на желудке. Это неполноценная вагатомия, недостаточная резекция антрального отдела желудка, экономная резекция тела желудка, технически неполноценная выполненная резекция желудка по Биллера-2, малый размер анастомоза, короткая или длинная приводящая петля, короткая шпора. Классификация постгастерезекционного синдрома различают органические и функциональные виды, формы постгастерезекционного синдрома. Органические – это когда происходят органические изменения, функциональные – это когда происходят функциональные нарушения. Среди органических следует отметить пептическую язву, рак культи желудка, рубцовое сужение гастроэнтероаностомоза, синдром приводящей петли, стеноз приводящей петли, функциональный, наиболее часто это демпинг синдром, гипо- или гипергликемический синдром, энтерогенный синдром, функциональный синдром приводящей петли, постгастрозекционная аномия, постгастрозекционная астения, гастростаз, диарея, дисфагия, щелочной рефлюкс, гастрит. В диагностике постгастрозекционного синдрома используют следующие методики. Изофага гастродуаденофиброскопия, контрастная рентгенография, PH-метрия, анализ желудочного сока, ультразвуковое исследование, мультислайсная компьютерная томография, ангиография. Пептическая язва. При экономной резекции желудка с вагатамией процент пептических язв достигает 4%. При выполнении дренирующих операций с вагатамией этот показатель превышает 10%. При селективной проксимальной вагатамии этот показатель колеблется в пределах 6-10%. Причинами возникновения пептических язв являются необоснованные экономные резекции желудка. При удалении менее 2-3 желудка зачастую сохраняется кислотопродуцирующая зона. Ситуация усугубляется отказом или пересечением блуждающего нерва или его ветвей, стимулирующих секрецию пептических факторов. Технические ошибки резекции на выключении. При выполнении операции по методу Биллера-2 на дуоденальной культе может частично оставаться антральная слизистая. Из-за выключения кислого тока указанный участок продуцирует избыток гастрина. Высокий тонус блуждающего нерва. Парасимпатическая нервная система стимулирует выделение пептического сока. При вагустной гипертонии или сочетании экономной гастрорезекции с неболной вагатамии сохраняется первопричина пептической язвы. Эндокринная патология. Рецизив заболевания отмечается у 75% пациентов с синдромом Золингера-Эллисона. Повторному образованию язв также способствует гиперсекреции желудочного сока при гиперпаратириозе. Клиническая картина пептической язвы. Боль успокаивается, либо совсем проходит после приема пищи. Прием острой и кислой пищи увеличивает болевой синдром. Интенсивность боли при пептической язве, в особенности при ее пенетрации, существенно выше, чем при язвенной болезни. При пенетрации язва в поджелудочную железу, либо брыжейку кишки, боль ирадиирует спину. Болевой синдром при пептической язве не носит сезонный характер, как при язвенной болезни. Локализация боли. Если для язвенной болезни 12-перстной кишки типична локализация боли в эпигастральной области, правее от серединной линии, то при пептической язве боль локализована в подложечной области, слева от серединной линии и несколько ближе к пупку, что соответствует проекции желудочно-кишечного анастомоза. При пальпации живота определяется болезненность в эпигастральной области больше слева. При наличии воспалительного инфильтрата, либо пенетрации язвы в переднюю брючную стенку, пальпируются плотные опухолевидные образования. Диагностика пептической язвы. Во время выполнения гаэндоскопии этот метод позволяет оценить состояние анастомоза, обнаружить язвенный дефект, выявить гипермию и отечно-слизистые. Возможно выполнение биопсии пораженного участка для последующего гистологического исследования. Рентгенография желудка. Контрастирование пищеварительного тракта при помощи перерального приема сульфата бария помогает обнаружить характерные признаки пептической язвы на рентгенограмме. Наличие нищи, конвергенцию складок слизистой. Метод также применяется для оценки моторной функции желудка. УЗИ брюшной полости. В ходе ультразвукового исследования можно изучить структуру органов пищеварительного тракта гепатобилиарной системы. Состоятельность анастомоза. Методику дополняют проведением дуплексного сканирования сосудов для выявления патологии черевного ствола брюшной аорты. Радионуклеидные исследования. Внутривенное введение препаратно-метиновое радиоизотопом проводится для определения секреторной функции культижелудка. При пептической язве отмечаются избыточные накопления изотопа в области анастомоза, что свидетельствует об оставленном участке антрального отдела. Гистаминовый тест. Метод дает возможность исследовать базальную стимулированную секрецию желудочных желез. Исследование имеет высокую информативность для диагностики синдрома Золингера-Эллисенса, при котором отмечается высокая активность базальной секреции и слабый ответ на подкожные введения гистамина. Лечение пептических язв начинается с консервативных мероприятий. Проводится стандартная противоязвенная терапия. При неэффективности консервативной терапии, при превалировании первой фазы, выполняется торокоскопическая надиафрагмальная вагатомия. При превалировании второй фазы реконструктивная реорезекция желудка по РУ. При синдроме Золингера-Эллисена операцией выбора является гастромектомия. Осложнение пептической язвы. Пенетрация. У некоторых больных выявляется пенетрация язвы в соседние органы. Это поджелудочную железу, прыжейку, с изменением типичного ритма и характера болей. Свящи. При формировании желудочного ободочного свяща зачастую наблюдается каловая рвота. Перфорация. Кровотечение. Частые осложнения пептической язвы. Это перфорация, которая сопровождается провозным кровотечением, что требует немедленной хирургической помощи. Инвагинация. Редко происходит инвагинация тощей кишки в желудок, проявляющейся кровавой рвотой, сильными болями и возникновением опухолевидного образования випогастральной области. Стенозы. При хроническом течении заболевания может формироваться сужение анастомоза, приводящей к сотруднению пищи. Малигнизация. В редких случаях диагностируется малигнизация пептической язвы. Синдром приводящей петли. Это постгастеризекционные расстройства, представленные застойным содержимым в слепом отделе кишечника с последующим рефлюксом в желудок. Причинами синдрома механической петли могут быть механические факторы и функциональные. Механические факторы. Технические погрешности при проведении операции. Опорожнение кульции 12-перстной кишки ухудшается при избыточной длине приводящей петли. Отсутствие браунского анастомоза. Пассаж кишечного содержимого нарушается при антиперистальтическом расположении кишки для анастомоза, перегибе слишком короткого слепого отрезка кишечника, фиксированного к малой кривизне желудка. Патологические изменения кишечника и анастомоза. Застой в кишечной культе провоцирует выпадение его слизистой в просвет отводящей петли или желудок, рубцовую деформацию, стензоризующую пептическую язву анастомоза. Острый дуоденостаз возникает при продольном перекруте, завороте приводящей петли, его инвагинации в гастроэнтероанастомоз, межкишечные соустии, либо отводящую петлю. Сдавление, ущемление приводящей петли, внешняя компрессия, выхода из ее надуоденальной кульции наблюдается при спаечной болезни, мезентериальном лимфоадените, объемных процессах брюшной полости и забрюшенного пространства. При наличии внутренних грыж, приводящая петля ущемляется брюшенькой тонкого или толстого кишечника. Функциональные факторы. У части пациентов отмечается неорганистский спазм приводящей и отводящей петли, анастомоза. Дуоденостаз выявляется при первичной дискинезии и 12-перстной кишки. Снижение тонуса и моторики кишечной стенки из-за интероперационных повреждений мышечной оболочки, волокон блуждающего нерва. Гипокинезия также формируется вследствие парасимпатической денервации при вагатомии. При попадании пищи в оставшуюся 12-перстную кишку выделяется холецистокинин, стимулирующий образование за сутки до 1,5-2 литров пищеварительных соков. Появление механических или функциональных препятствий для оттока содержимого пульти в отводящую петлю провоцирует дуоденостаз, который усугубляется и энногостральным рефлюксом с возникновением рвоты челочного гастрита, эзофагита. Из-за постоянной потери дуоденального содержимого с рвотными вазами развивается вторичная панкреатическая недостаточность, кишечный дисбактериоз, брожение пищи, образование газов и жидкости в большом количестве, повышение внутрикишечного давления, застой и повышение давления в желчных ходах и протоках поджелудочной железы, нарушение микроциркуляции и рефлекторное сужение или спазм отводящего кишечника обуславливает клиническую симптоматику заболевания. Клиника синдрома приводящей петли. Острый дуоденостаз проявляется резкой болью в области правого подреберья, эпигастрии, тошноты, рвоты. Общее состояние пациентов быстро ухудшается, нарастает интоксикация, учащается пульт, падает артериальное давление, возможно развитие механической желтухи. При хроническом течении клинические проявления возникают в среднем через полтора часа, через полчаса после приема пищи. У больных появляются постепенно нарастающие боли в правом подребеле и биогастральной области, диспепсический синдром, для которого характерна тошнота, отрыжка, изжога, неприятный запах изо рта. Наблюдается обильная рвота непереваренной пищи и желчью, после чего пациенты обычно чувствуют облегчение, в связи с тем нередко больные сами вызывают рвотный рефлекс. Вследствие значительного растяжимого приводящей петли живот становится асимметричным. При длительном течении заболевания нарушается общее состояние, отмечается слабость, эмоциональная лоббильность, снижается трудоспособность, прогрессирует потеря массы тела. В зависимости от выраженности клинических синдромов выделяют 4 степени синдрома приводящей петли. Первая, легкая степень, срыгивание рвота пищевыми массами с примесью или без примеси желчи возникает нечесть 1-2 раза в месяц после употребления молочных продуктов. Диспепсия и болевой синдром маловыражены, общее состояние пациента удовлетворительное. Средняя, вторая степень, рвота пищи с примесью желчи беспокоит пациента до 2-3 раз в неделю. Ей председствует тяжесть правой подреберной области и пегастры. Объем рвотных масс составляет до 300 мл. Отмечается умеренная потеря веса. Третья, тяжелая степень, рвота с отхождением до полулитров и более рвотных масс отмечается практически каждый день. Больной жалуется на распирание в эпигастре, правом подреберье, выраженное истощение, снижение трудоспособности. Очень тяжелая, четвертая степень. Кроме деспептического и болевого синдрома наблюдаются алиментарно-метаболические нарушения. Характерно резкое истощение, развитие анемии, безбелковых оттеков, дистрофии паренхематозных органов. В диагностике синдрома приводящей петли важные значения имеют следующие методы. Копрограмма. В калии определяется большое количество нейтральных жиров, непереваренных мышечных волокон и клетчатки. Отсутствие стыркобелина указывает на присоединение механической желтухи. Контрастная рентгенография брюшной полости. Выполнение серии рентгенограмм после перорального контрастирования подтверждает заброс и длительную задержку контрастного вещества в просвете приводящих петлей. Рубцовую деформацию в области анастомоза. При эндоскопическом исследовании визуализируется расширенная петля кисечника, заполненная застойным содержимым, наблюдается деформация гастро-иена анастомоза. Ультразвуковой метод позволяет выявить расширение 12-пестной кишки, желчных протоков, утолщение стенки желчного пузыря. Мультислайсная компьютерная томография позволяет визуализировать расширенную петлю 12-перстной кишки. На представленных рентген-снимках и мультислайсной компьютерной томографии мы видим расширенную петлю приводящей петли 12-перстной кишки. Консервативное лечение синдрома приводящей петли выполняется при легкой степени. Миотропные спазмолитики за счет устранения спазма облегчается отток дуаденального секрета в отводящую кишечную петлю, устраняются предпосылки для июнного гастрального рефлюкса, уменьшается выраженность болевого синдрома. Заместительная энзимотерапия для восполнения потерь панкреатического секрета показано назначение ферментных препаратов, улучшающие процессы пищеварения. Инфузионная терапия при дегидратации недостаточности энтерального питания рекомендовано введение глюкозы солевых коллоидных растворов, аминокислотных и белковых препаратов. Эубиотики бактериальных антагонистов патогенных и условно патогенных микроорганизмов используют для предупреждения или устранения из биоза кишечника восстановление нормальной микрофлоры кишечника. Среди хирургических методов лечения синдрома приводящей петли необходимо выделить следующие. Перевод резекции желудка по биллерот-2 в биллерот-1. Наложение дуодена июна анастомоза или энтероэнтероанастомоза по брауну, который позволяет освободить приводящую петлю от содержимого кишечника. Наиболее чаще и радикальным методом лечения синдрома приводящей петли является реконструктивная операция по КРУ. Осложнение синдрома приводящей петли вследствие хронического застоя желчи и вторичного инфицирования желчеводящих путей может развиваться синдром холестаза с желтушностью склер и кожного покрова зудом увеличением и болезненностью печени. Длительная бильярдная гипертензия может спровоцировать возникновение холонгита, панкреатита. Продолжительный застой кишечного содержимого приводит к размножению патогенных микроорганизмов и формированию синдрома слепой петли, основными проявлениями которых является малябсорбция, стеотерея, нарушение всасывания жиростворимых витаминов. При стенозе приводящей петли наблюдается полинейропатия и снижение когнитивных функций, вызванные дефицитом витамина В12. Наиболее опасными осложнениями заболеваний является разрыв 12-й перстой кишки, несостоятельность анастомозов, ишемия, гангрена кишечника, которые становятся причиной перитонита. Следующим органическим осложнением или видом постгастередикционного синдрома является стеноз гастроэнтероанастомоза. Стеноз гастроэнтероанастомоза это органические сужения анастомоза, формирующие в послеоперационном периоде, после радикальных и палеоактивных хирургических вмешательств по поводу язвенной болезни и его осложнений. Патогенез стеноза гастроэнтероанастомоза Наиболее частой причиной пилорастеноза является заретезивирующая язва желудка. Повторяющийся воспалительный процесс с извилением, особенно не подвергающийся лечению, сначала приводит к отеку и спазму стенок желудка, а затем к формированию рюкцовых структур и замедлению пассажа пищи из желудка в начальные отделы тонкой пишечки. В результате этого желудок переполняется пищеварительными соками и пищевыми массами. Постепенно развивается гипертрофия и стеноз пилоритского отдела. Компенсаторные механизмы при пилорастенозе быстро истощаются, в связи с тем вскоре желудок значительно перерастягивается и увеличивается в размерах. Его перистальтика ослабевает, застойное явление усугубляется, возникает рвота съеденной накануне пищи, ведущей к потере большого количества жидкости и электролитов, питательных веществ с последующим нарушением водно-электролитного баланса. Клинические картинные стенозы гастроэнтеронастомоза выделяют три степени. Легкая степень, при этом отсутствует проходимость группы и жесткой пищи. При средней степени отсутствует проходимость обычной пищи и при тяжелой степени отсутствует проходимость жидкой пищи. Диагностика стеноза гастроэнтеронастомоза контрастная рентгенография брюшной полости выполнение серии рентгенограмм после перорального контрастирования подтверждает отсутствие или замедление пассажа контрастного вещества из желудка в кишечник. Как вы видите на представленной рентгенограмме пассаж из культи желудка в начальный отдел тонкого кишечника отсутствует. При эндоскопическом исследовании визуализируется дилатированная культи желудка застойным содержимым. Отмечается сужение гастроэнтеронастомоза. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости позволяет выявить дилатацию культи желудка. Аналогичные изменения выявляются при выполнении мультислайсной компьютерной томографии. На представленных снимках вы видите расширенную увеличенную культи желудка. Лечение стеноза гастроэнтеронастомоза. При легкой степени возможно выполнение эндоскопического бужирования гастроэнтеронастомоза, а также проведение консервативной терапии. При средней и тяжелой степени наиболее оптимальным и радикальным методом лечения является реконструктивная резекция по РУ. Среди функциональных постгастерезекционных синдромов наиболее чаще отмечается демпинг синдром. С английского это переводится как сброс провал. Демпинг синдром это патологические состояния, развивающиеся после резекции желудка вследствие нарушения нейрегуморальной регуляции деятельности пищеварительной системы. Патогенез демпинг синдрома у больных после резекции желудка отсутствует запирательная функция пилорической мышцы. Механизм развития демпинг синдрома обусловлен слишком быстрым поступлением необработанной пищи с высокой осмолярностью из желудка верхней отделы тонкого кишечника. При стремительном опорожнении оперированного желудка и пассаже содержимого стенки кишки растягиваются, выделяются внеклеточные жидкости биологически активные вещества, что сопровождается уменьшением объема циркулирующей крови, вазодилатации и усилением перистальтики кишечника. Повышение осматического давления в кишке с быстрым всасыванием углеводов способствует увеличению притока крови к печени и поступлению в просвет тонкой кишки из кровеносного русла с основных частей плазмы, что сопровождается спазмом периферического сосудистого русла, снижением кровенаполнения головного мозга, что обуславливает основные клинические симптомы демпинг-синдрома. Какой же симптомокомплекс при демпинг-синдроме мы наблюдаем? Это сердечно-сосудистые нейровегетативные симптомы, приступы слабости, тахикардия, чувство прилива, бледность лица и пальцев, тремор рук, головокружение, потемнение перед глазами, холодный липкий деспептический абдоминальный дискомфорт, потеря аппетита, тошнота, рвота, урчание в животе, жидкий стул или запоры. Симптомы связаны с нарушением метаболической системы, похудание, диспептические жалобы. Симптомы воспаления гепатопанкреата дуоденальной системы, дуоденостаз и боли в животе связаны со спаечным процессом. Симптомы характерны для нарушения астенизации психоневрологического статуса. Чувствительность, плаксивость, бессонница, головные боли, нарушение равновесия, неврастении. В клинике демпинг-синдрома различает три степени. Это легкая, средняя и тяжелая. Легкая степень, клинические симптомы слабо выраженные, обычно продолжаются в течение 10-15 минут. Средняя степень тяжести, клинические симптомы выражены, продолжительность этих приступов достигает 30-40 минут. Тяжелая степень тяжести, клинические симптомы ярко выражены, больной впадает в коллаптоидное состояние, продолжительность приступа демпинг-синдрома достигает до 2-х часов. В диагностике демпинг-синдрома мы обращаем внимание на анамнез. При рентгенографии определяется стремительное опорожнение оперированной желудка от контрастной взвеси. В ходе рентгенографии пассажа бария по тонкому кишечнику отмечается ускоренное продвижение бария, дискинезия тонкой кишки. Провокационные пробы, демпинг-реакцию можно вызвать приемом концентрированного раствора глюкозы или сладкого сиропа. Лечение демпинг-синдрома При легкой степени демпинг-синдрома рекомендуется диета употребления жесткой грубой пищи, основанная на высококалорийном дробном питании, ограничении жидкости углеводов, полноценном витаминном составе пищи. Употребление пищи необходимо выполнять в положении лежа. После приема пищи сохранять положение лежа в течение 30-40 минут. Демпинг-синдром средней тяжести требует дополнительного приема медикаментозных средств, которые снижают перистальтику тонкого кишечника, проведение общей укрепляющей терапии, назначение заместительной терапии, применяется навокаиновые блокады поясничной области, многоканальная электрическая стимуляция. При психоневрологических нарушениях показан прием нейролептиков. При демпинг-синдроме тяжелой степени неэффективности диета-терапии и комплексной медикаментозной терапии проводятся хирургические лечения, реконструктивная гастро-июна пласть туаденопластика. Существуют также этапные эндоскопические методы путем коагуляции зоны анастомоза с подследующим развитием асептического воспаления и рубцового процесса, который способствует снижению анастомоза и уменьшению клинических признаков. Суть оперативного вмешательства заключается в интерпозиции сегмента тонкой кишки между 12-песной кишкой и культой желудка. Благодаря наложению гастро-иуна анастомоза происходит восстановление пассажа пищи через 12-песную кишку, нормализация пищевых рефлексов, функции фермента и желчевыделения, замедление пассажа пищевых масс в тощей кишке. Кроме этого, существует множество различных вариантов хирургического вмешательства. Наиболее простым способом является выполнение гастротомии с парциальным сужением гастро-энтеро- анастомоза. В чем же профилактика постгастроэзекционного синдрома? Во-первых, строгое соблюдение показаний к хирургическому вмешательству при язвенной болезни. Второе, правильный выбор объема хирургического вмешательства при язвенной болезни. Технически грамотное выполнение хирургического вмешательства при язвенной болезни. И соблюдение правил режимоведения пациентов в послеоперационном периоде. Благодарю за внимание. Герои хирургического отдела воз musea